Сегодня, когда я начала читать книгу по коррекционной педагогике, я поняла, что вот оно. Оно случилось. Произошло принятие. Я решила, что я должна сегодня записать видео об этом. Просто поступила в вуз, просто потому что он в Москве. Скажите мне мое предназначение, и все. Я на следующий день пойду и буду делать что-то в этой жизни. Даже если я буду педагогом, я не буду учиться в педагогическом вузе. Я вместе с ним училась. Спасибо. Вуз не может дать ничего полезного, и я не буду к нему относиться нормально никогда в своей жизни. Я, на деле, все я говорю достаточно громко, потому что здесь в полной тишине, когда вуз уже закрывается, говорить громко не так уж просто. Я заранее хочу извиниться за то, как медленно я формулировала свои мысли. Просто эта тема реально очень важна для меня, она меня очень тревожила. И я с полной искренностью, с полной отдачей хотела вам передать все-все-все-все-все, что я почувствовала за эти два года. А так, начнем с того, что в девятом классе я хотела поступать в театральный. В одиннадцатом классе я чисто по рандому выбрала психолога-дефектолога, что в конце одиннадцатого класса я познакомилась с Кирей. Мы начали обсуждать тему космоса, всего вот этого. И я поняла, что я не смогу прожить, если я не сделаю вклад в сферу космонавтики. Я хотела стать астрофизиком. Но так получилось, что я поступила в ВУЗ на дефектологический факультет. Я полностью не принимала вообще любое высшее образование. То есть у меня было такое, что ВУЗ не может дать ничего полезного, и я не буду к нему относиться нормально никогда в своей жизни. И поэтому, когда я поступила в ВУЗ, я не участвовала в неучебной деятельности, хотя она могла мне что-то принести. Я ходила вообще с полным негативом в ВУЗ. У меня было сопротивление на протяжении всего года. На фоне этого я начала отрицать и направление, на которое я поступила. У меня было очень много мыслей об отчислении. Когда идёт непринятие, ты пытаешься как-то этого избежать. Я очень хотела здесь сделать акцент на то, что очень важно вообще всё в жизни принимать. Сначала идёт принятие, а потом решение, что делать с этой ситуацией. Принятие не говорит о том, что нам нужно принять ситуацию и на неё наплюнуть. Нет. Мы сначала принимаем то, что с нами случилось. Мы начинаем к этому спокойно относиться. Всё, это уже произошло. Это уже наше настоящее. И только после этого, первое, мы либо меняем эту ситуацию, начинаем изменения, либо мы уходим от неё, либо мы остаёмся в этой ситуации, но мы типа полностью смиряемся с ней. У меня не было даже этого первого этапа, даже этого долбанного принятия. Это типа ты живёшь в постоянной какой-то дисгармонии с собой. Что произошло дальше? Я как-то закончила первый семестр, каким-то образом не отчислившись. В связи с тем, что мне нужны были деньги в начале лета, а мне предложили поехать в лагерь, в котором заболели вожатые, я согласилась. Это был первый мой опыт работы с детьми. И после этого лагеря я решила, что хочу вернуться в свой любимый лагерь Орлёнок. Знаете, чисто из-за того, что я там очень кайфовала ребёнка. Естественно, я хотела, чтобы меня поставили на отряд постарше. Но, конечно же, я приехала, и меня поставили на самый младший отряд. Но в итоге смена мне, разумеется, понравилась, как вы уже можете догадаться. Мне очень понравилось работать с этими мелкими детьми, с этими маленькими солнышками. И в этом году, когда я туда поеду, я хочу стоять только на шестом отряде, больше ни на каком. Это был важный момент, так скажем, в целой этой истории, потому что именно после этого лагеря я поняла, что мне жесть, как нравится работать с детьми. Мне нравится приносить им радость. И я сама от них получаю такую жёсткую отдачу, такие крутые эмоции, и я кайфую от этого. Начинается сентябрь. Естественно, у меня всё ещё идёт сопротивление к вузу. У меня было растяжение ноги, я взяла справку, и я не поехала в вуз. Я вместе с ней училась. Весь сентябрь я сижу в Сарапуле, и мне предлагают поехать в лагерь, в который в ЭДЦ Орлёнок. То есть, либо на несколько месяцев, либо на год. Я такая думаю, блин, это такая шикарная идея. Ещё в этот момент я думала, что если я сейчас что-то такое сделаю, какой-то резкий рывок в другую сторону, я окажусь одна, я найду какое-то самоопределение. Вот я сделала такое решение. Уйти в академ и поехать в лагерь. Я на тот момент предполагала, что возьму академ, я уеду в лагерь, я забью на учёбу, я найду себя, и всё, я не вернусь на учёбу, и больше не буду никогда учиться. Я вот только сейчас это поняла. Я на каком-то подсознательном уровне делала ставки на то, что я найду своё самоопределение в сфере деятельности с детьми. Но то, что я учусь как минимум в педагогическом вузе, типа я не принимала. Нет, я не буду учиться в педагогическом вузе. Даже если я буду педагогом, я не буду учиться в педагогическом вузе. Что у нас дальше? Я приезжаю, мне говорят, что у нас появились какие-то крутые предметы. Я в это не верю. Пока сама не беру и не иду на эту пару. И понимаю, что да, в втором курсе спустя год учёбы у нас появилось три предмета профильных. Мне реально стало интересно. Я начинаю это замечать. Из-за того, что у меня было сформированное представление о высшем образовании как вещи, которые мне никакой пользы не может принести, я не хотела становиться тем специалистом, которому нужно обязательно получить высшее образование. Это тоже является какой-то причиной того, почему я не принимала то, что я хочу заниматься педагогической деятельностью. В моей голове всё ещё неопределённость. Это неопределённость. Если у вас такое было, то вы поймёте, вы просто хотите хоть что сделать в этой жизни, чтобы эта определённость появилась. Как будто бы лодка какая-то в море. И я жду, когда какой-то знак придёт, когда какой-то определённый момент в жизни. Я это узнаю. Я думала, ну да, может быть, я и буду педагогом. Ну, а как-нибудь потом это узнаю. Я не действовала в этот момент, чтобы стать более определённой. Я просто чего-то ждала. Я себя чувствовала ужасно, потому что я никуда не двигалась. Просто никуда, ни в каком направлении. И в этот момент моя подруга начинает продавать свои знания, так скажем. И у неё была бесплатная онлайн-консультация. Мы с ней созвонились. Она мне задавала такие вопросы, что я как бы сама себя вот так вот разворачивала, разворачивала, разворачивала. И поняла итог моего вот такого полудепрессивного или какого-то непонятного состояния. Скажите мне моё предназначение, и всё. Я на следующий день пойду и буду делать что-то в этой жизни. Разбор «Матрицы судьбы» был, естественно, не бесплатным. И я его купила. Короче, как я поняла, «Матрица судьбы» — это вещь, связанная с нашими энергиями, которые в итоге определяют наши качества, то, как нам нужно проявляться в этой жизни, и наше предназначение. Она сделала мне этот разбор. Это мнение каждого, верить или не верить. Я выбираю в это верить. Помимо того, что я узнала очень много вещей из моей жизни, которые я сейчас исправляю и начинаю жить лучше, там было предназначение. Оно было прописано по разным энергиям. В разных частях текста были разные предназначения. Это научная деятельность, давать людям знания, которые ты получаешь, хорошо работать с детьми. А, еще юристом. И типа работа с законами. Короче, что после этого произошло? Это просто мне было реально необходимо для того, чтобы, я не знаю, просто принятие произошло. Вот только в этот момент я начала замечать маленькие ситуации. Приведу пример. Я прошла в Ашан. Там была акция. Передо мной мужчине предложили купить шоколадку, чтобы положить ее в корзиночку для детей-сирот. Я ее купила. Потом я прихожу домой и спрашиваю себя, «Лера, как ты думаешь? Почему ты это сделала?» «Наверное, потому что ты любишь детей». Я просто так это все соединила, все эти такие ситуации, свое ощущение внутреннее от отношения к детям, от моих мыслей. Я еще всегда говорила, что я буду удовлетворена своей жизнью, если я буду пронесить какой-то вклад, какую-то пользу. Работать со слепыми детьми – это и есть та польза для мира, которую я не могла признать. И я сейчас ни в коем случае не говорю, что каждому, кто чувствует себя неопределенно, надо идти покупать матрицу судьбы. Я как раз-таки говорю о том, что каждый из нас, он знает свое предназначение, но по какой-то причине он ее не принимает. Я писала об этом в Инстаграме, что либо потому, что ты не знаешь, как себя в этом реализовать, либо потому, что тебя кто-то не поддерживает, либо потому, что это несерьезная деятельность. Именно поэтому ты типа не хочешь признать, что «Да, я хочу заниматься этим, черт возьми, всю свою жизнь. Я вижу в этом смысл, я от этого кайфую. Я знаю, что я смогу тратить на это время своей жизни с радостью». Просто хочу, чтобы каждый из вас обратил внимание на то, чем вы сейчас любите заниматься, и то, чего вы кайфуете, и как вы можете преподнести это для людей, чтобы для них это тоже было полезно. Потому что только за эту пользу вам и будут платить деньги. Надеюсь, что я все сказала. Я сейчас скажу свои ощущения, возможно, они у кого-то из вас тоже есть. Я еще боялась сделать это определение, потому что я как бы такая думаю, а вдруг я пойду не в ту деятельность? Но никто вам не скажет. Даже «Матрица судьбы» не сказала мне, куда мне надо идти. Она сказала «Научная деятельность и педагогическая». А мне стало легче. Придется выбирать, придется пробовать. В одной деятельности не получится, получится в другой. После того, как это мое ощущение изменилось, я чувствую себя просто прекрасно, свободно. Я вот сейчас готова заплакать от радости, потому что я настолько себя угнетала в этом состоянии, мне было очень тяжело. Просто я желаю всем добра. Я надеюсь, что я была кому-то полезной. Живите в моменте, берите свою жизнь в свои же ручки и делайте себя самыми счастливыми на этой планете. Всем спасибо за просмотр. Второе видео на моем YouTube-канале должно успешно увидеть миллион человек. Субтитры сделал DimaTorzok